Продолжается судебный процесс над екатеринбуржцем Владимиром Васильевым. Его обвиняют в том, что 4 августа 2019 года он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и врезался в такси, в котором находились водитель и пассажир. Оба погибли. Защита Васильева строится на том, что пьян он не был. Сегодня показания дала медсестра, которой после ДТП поручили взять у Васильева анализ мочи. Она рассказала, что около 30 минут уговаривала его сдать биоматериал, а потом ее окликнули, и она вышла из кабинета. Когда через пару минут медсестра вернулась, контейнер для анализов был полон. Поблизости в это время находился отец Васильева. Гособвинитель спросил свидетельницу, не показалось ли ей странным, что после ее выхода в коридор проблема вдруг решилась так быстро. А вам это странно не показалось, что 30 минут человек стал? Хочет, не хочет, может, не может. Вы ждете, предлагаете коджеты расставить. Ваши знания вопросов, которые будут на себе оценочный характер. И за минуту это произошло? Нет, это не оценочный. Странно вам показалось, не показалось? Показалось странным. Впоследствии эксперты выяснили, анализы чистые, но сама моча принадлежит не Владимиру Васильеву, а его отцу. Как заявил адвокат подсудимого, ранее свидетель говорила, что не выходила из кабинета, а только отвернулась. Первоначально Османова давала эти показания, и я не буду комментировать его сайты, что она подговорила, что ей Васильев сдавала анализы. Но факт в том, что спустя некоторое время, когда следствие было продолжено, Османова не просто стал отрицать этот факт, а давать именно такие показания, которые идеальным образом укладываются в предъявленный Васильевым обвинением. То есть это изменило не только в том финансе, при ней или не при ней, он сдавала анализы. Ну и, собственно говоря, в других моментах. То есть у меня просто стадилось впечатление, что сейчас свидетель дает показания неправдивы. Свидетель предупрежденного колонны ответственности, задача, когда это можно показать. Ну, это моя позиция. Субтитры создавал DimaTorzok